Многие задумываются, вот есть различные игры по танкам, самолетам, кораблям, а есть что-то в другом историческом исполнении, что самое любопытное, да, и теперь перед нами пираты пиратского моря. А ты думал, чё у меня висит этот флаг сзади на постоянке? Будь здоров, а меня всё ещё зовут Павел Князич, и сегодня мы с тобой отправляемся в далёкое плавание. Ахаха, уже не терпится пойти и кого-нибудь ограбить, и казалось бы, чё сложного, возьми корабль, выйди в море и убей кого-нибудь. А ты хоть салага понимаешь, что такое быть пиратом? И сегодня я тебя научу пиратству. Нет, мы не будем скачивать бесплатные фильмы, но зато игра, в которую мы с тобой войдём бесплатно. А кто не пират, тот не моряк, поэтому я специально для тебя оставляю ссылочку в описании и в закреплённом комментарии, чтобы ты смог поплавать вместе со мной. И кстати, опять же специально для тебя, я постарался и надыбал промокод. Заходи в игру, и по моему промокоду Князь получай призы. Так что свои сокровища ты можешь получить сразу. Ну а мы идём топить корабли. И не беспокойся, вначале у тебя пройдёт обучение, ты научишься плавать, стрелять и так далее. И якорь мне в жопу, какая же тут прекрасная погода. Якорь поднять. Я думал он тоже самое скажет. Ну, почти угадал. Опасно, опасно сейчас было. Но здесь абсолютно ничего сложного. Подплыл к острову. И, как оказалось, это была засада. И наша задача потопить грабителя. А мы шо, не грабители что ли? Мы вроде как за пиратов играем. Ну ладно. Этот океан явно мал для двух грабителей. Едрите, они мой флаг стыбзили. И даже два. А, у них череп и кости, у меня череп и сабли. Ну ладно. Я уж думал воры какие-то. Ну ничего, сейчас мы их тут это успокоим, это самое. И всё, будет хорошо, кошерненько. Вот и всё, и нечего выёживаться. Кстати, я один заметил, что на корабле нет людей. Я не понял. У меня корабль на нейросети что ли работает? О, подгон. Ну, нас тут немного задело, поэтому мы подлатаемся. Заодно научимся перезаряжать. Так, на горизонте появилась ещё какая-то херня. Там, кажется, кого-то бьют. Да в смысле пушки готовят, не наши проблемы. Ну ладно, давай поможем. Я так понимаю, зелёненькие это наши союзники. И здесь нас учат работать в команде. И почему-то пока один тут стреляется, остальные почему-то там бочком стоят и нихрена не делают. Капс, да, нашему союзничку. Ну, видимо, придётся вмешаться. Не бойся, браток, я за тебя отомщу. Ну или вы там за меня отомстите. И за него. А, чё, всё, так легко, что ли? Чё, золото есть, а если найду? Смотри, какой дерзкий, блин, а. А где мои-то пацаны? Куда они упёхали? Валя, хамуха, всё самому. Ля, такой здоровый и так мало добычи. Честно мной награбленные. Ну что ж, сразу заходим в порт, и мы получаем три дня премиум подписки. Заодно тут можем подлататься, сменить корабль и выполнить квесты от всяких мужичков. Добро пожаловать на архипелаг. Это было очень смело защитить наши торговые корабли. Особенно на таком крыте. Это я не понял, он сейчас меня унизил или похвалил? Так, окей. Нам нужно кого-то потопить различными способами. И тут же нам объясняют, что челы с синими полосками это NPC, а с красными игроки. А тут может быть такое, что нам просто один чел не понравился, и мы решили его затопить. Тут, кстати, можно в чат написать. Хе-хе-хе. Ну мы ж с вами эти интроверты, блин, поэтому сами как-нибудь справимся. Ля, новый ранг. Что ж, плывём обрадовать дедульку. А я говорил, ты справишься, а? Ну мы сразу можем что-то купить, потому что у нас есть честно награбленное золото. А продать можем ром. Только одну бочку. Так, давай тюнинг сделаем нашей малышке. Ух, какие паруса! Прошитые, элитные! Ля, ну просто выбирай, не хочу. Ну смотри, по сути, игра нам тут помогает какое-то время. И что мне больше всего понравилось, она сделана на историческую тематику. Прям на ностальгию пробивает, когда я раньше в стратегии подобной играл. Можно, кстати, флаг выбрать. У меня, допустим, флаг Финляндии. Ну, вернее, мирный флаг. Ну, можем выбрать торговый. Будем торговцами. Или вовсе пиратский. Чтоб на нас нападали, кому не лень. Но нам-то это не нужно, мы мирные торговцы. Да, якорь мне в жопу, какая прекрасная погода! Для того, чтобы получить звездюлей на море. Так, кто тут смелый? Нам тут построить корабль нужно, а для этого давай-ка задолбяшим парочку. Что ж, мы добыли всё, что хотели, и теперь можем построить новенький корабль. Вау. Ну, не так уж и плохо. Я служил юнгой примерно в таком же... Да, ты задолбался своими историями. Давай ближе к делу. Видишь тех суровых мариманов, столпившихся в начале причала? Смело бери их в экипаж. О, здорово, теперь мы можем набирать ещё и команду. Ага. Заодно пока поставим пушки. Так, Дидан, чего тебе ещё? Похоже, твой корабль готов. Путь к славе и богатству начинается с малого. Например, посещение таверны. Вот это я понимаю, подвиг. Смачно мы на корчме надолбенемся. Ну, на самом деле нам таверна нужна для того, чтобы получить миссию. Ну и как бы мы тут подсаживаемся к компании торговцев. У них наверняка есть какая-то связанная работа с грузами. Ну и давай что ли, минус один ром позовём официанта. Кажется, разговор задался. Ну конечно же, можно ещё минус один ром. И тогда вообще родными станем. Так, уже куда-то нас послали. Отметка на карте. И кажется, вот тот чувак уже напрашивается на звездюле. Но мы тут это, задание выполняем. Так что, немного не до него. Море пахнет смертью. Море пахнет водой. Всё-таки на звездюле кто-то напрашивается, да? Так и чё, ну обнаружили меня. Вроде на меня они не агрятся. А это чё? В смысле выход в опасные воды? Какие тут опасные воды вообще могут быть? Ля, позвездовали отсюда. Так, наконец-то мы нашли того, кого искали. Налить вина или рома? Ну я так понимаю, разговор тут вообще без этого никак не клеится. Но это почему-то нашему бородатенькому челику не мешает нам предложить тут же работку. Нужно доставить порцион. Ну давай курьером поработаем, чё бы нет. Халя, это ещё и на время? Не, ну хотя бы полчаса дают. И опа! Кстати, будь осторожен, тут тебя могут ограбить другие игроки. Ну а вообще, если хочешь помериться с силой, с нормальными игроками, тебе нужно идти на арену. Выбрать поединок, дуэль. Это сражение между двумя капитанами. Но если в чате там с кем-то посрался, то дуэль очень хороший способ выяснить, кто прав. И правда на арене у тебя будет турнирный рейтинг. А дуэль на него никак не влияет. А вот сражение влияет. Что насчёт захвата? Там поинтереснее. Здесь нужно просто награбить как можно больше торговых кораблей. Кто больше награбит, тот и победил. Вернее, тем он в лучшем положении. На самом деле, тут много чего интересного. И я тебе настоятельно советую присоединиться к моей пиратской команде. И поэтому я не просто так оставил для тебя ссылочку в описании и в закреплённом комментарии вместе с промокодом. Игра действительно крутая, я тебя там жду. Ну и не забудь подписаться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мою группу во Вконтакте, на мою телегу тоже подпишись. Все ссылки в описании. Поставь лайк этому видео, поделись им со своими друзьями и у себя где-нибудь на странице. И не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok